МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С нами сегодня очень интересные гости. Мы можем узнать, как в своей жизни известный служитель, пастор, миссионер, рекренер ответил на самые главные вопросы, на которые хотелось бы, чтобы мы ответили так же серьёзно, как в своей жизни пастор рекренер ответил на вопрос Бога. Будешь ли ты мне служить? Хочешь ли ты посвятить мне свою жизнь? Итак, с нами известный служитель, и он отвечает на наши вопросы. Спасибо. Пастор Дейк, очень рада приветствовать вас. Спасибо за открытость, спасибо за честность. Я знаю, что вы посвятили этому действительно всю жизнь, быть открытым, честным, жить в прозрачном доме, не иметь каких-то особых тайн. И жить, в общем-то, действительно не для себя или не столько для себя, сколько для многих людей. И это огромный вызов, начало которому положил ваш выбор. Когда вы сделали этот выбор, посвятить свою жизнь Богу? Как вы его сделали? Я был ещё ребёнком, рос в христианской семье. Мы были баптистами. Я с ранних лет помню себя в церкви. Когда мне было пять, я был на собрании в нашей церкви. У нас в гостях был проповедник, и он проповедовал об Адде. Я помню это так, будто бы это было вчера. Он описал Ад так, что даже в пять лет я всё понял. Очень важно, чтобы родители вкладывали в духовное развитие своих детей. Моя мама читала мне Библию, говорила со мной о спасении, поэтому с юных лет моё сердце было открыто Господу. Когда тот человек проповедовал об Адде, я увидел Ад. Я почувствовал Ад. И в тот день я понял, что если я не отдам свою жизнь Иисусу, то после смерти я отправлюсь в Ад. В тот день я пришёл домой и сказал, «Мама, я должен отдать своё сердце Иисусу». Спустя какое-то время я был в церкви, и я вышел вперёд и отдал своё сердце Господу. Я был очень юным. Думаю, это лучшее свидетельство, когда вы воспитываете детей так, что они приходят к Господу в юном возрасте. Так вы ставите их на правильный путь. А это лучше всего. Подумайте о своих детях. Ваши дети выросли во Христе, и это очень помогло им. Мне жаль молодых людей, которые не имеют возможности прийти к Богу в юном возрасте. Я очень благодарен за то, что так рано уверовал. Но с годами мне, как и всем остальным, приходилось делать выбор, чтобы оставаться на правильном пути. Я всю свою жизнь следовал за нашим Господом, за Иисусом Христом. Что вы поняли, что вы приобретаете, отдав свою жизнь Христу, кроме того, что вы избегаете ужаса ада, ужаса вечной смерти, ужаса вечного отделения от жизни? Что вы поняли, что вы приобретаете? Чем для вас стала вера во Христа, жизнь с Христом? Я был еще очень юным. Когда вам пять, вы еще ничего не успели натворить. Поэтому я могу лишь рассказать вам, чего я избежал, придя ко Христу. Я избежал множества проблем. Вырос я в прекрасной церкви, но когда мне исполнилось 14, я стал жаждать большего. Я начал искать что-то и оказался на служении Кэтрин Кульман. Это изменило мою жизнь. Я увидел силу Божию. Я много раз читал истории о чудесах Иисуса, но для меня они были как сказки. Они были в Библии, но я никогда не видел силу Божию. А когда я был на служении Кэтрин Кульман, я увидел Божию силу. Я видел, как люди вставали из инвалидных кресел, как люди с трубками в руках вытягивали эти трубки. В тот день я познакомился с силой Божией. Это было впервые в моей жизни. Я решил принять крещение в Святой Дух. Это радикально изменило мою жизнь. И я здесь сегодня потому, что принял крещение во Святой Дух. Это наполнило мою жизнь силой и задало курс на всю мою жизнь. Так я пришел к Богу. Это вкратце история о моем детстве. Я согласна. Это действительно очень сильное, очень мощное переживание, очень мощный этап в жизни. И мне бы хотелось, чтобы люди, которые либо еще не знают вообще Бога, либо христиане, которые имеют общее познание о Боге, и буквально в начале своего пути знали, что есть это просто могучее течение Духа Святого, могучее течение жизни, в которое Бог приглашает нас, призывает нас. Есть глубина и сила в Божьем водительстве, в жизни с Богом. И вот это вхождение в глубину и силу, оно очень часто связано с действительно погружением и скрещением, так называемым, в Духе Святом. Есть расхождение в христианской церкви, которое называет иногда этот период, что он должен ознаменоваться какими-то особыми духовными проявлениями, особыми дарами. Кто-то говорит, не всегда это может проявиться именно вот в таких дарах и каких-то проявлениях, но оно в любом случае проявляется в более глубоком единении с Богом, в более глубокой силе, в более мощной силе, которая наполняет тебя и изнутри, и проявляется в твоей жизни снаружи. Я знаю также, что, скорее всего, в вашей жизни произошло изменение церкви, потому что баптистские церкви, они не поддерживают вот это понимание особого переживания, особой глубины, особого посвящения вот крещения Святым Духом. Это так? Но баптисты дали мне Библию. Баптисты верят в Библию. Они дали мне прекрасные основания. А когда я получил крещение «Вы Святой Дух», это стало прекрасной комбинацией Библии и Дух Святой вместе. Но вы правы, это было именно так. Спасибо. Это на самом деле дает действительно перспективу и понимание того, почему ваша жизнь такая необычная. И вторая часть, которую, я думаю, людям было бы тоже очень интересно узнать, вы прекрасный семьянин, у вас прекрасная жена, чудесные дети, семья едина в своих целях, в своем служении, в непростых обстоятельствах, потому что вы оставили свою родину, вы посвятили свою жизнь, и ваша семья жила в разных странах, в том числе под давлением определенным. И ваша семья сохранилась, ваша семья счастлива. Как вы сделали правильный выбор? Как вы выбрали правильную спутницу жизни? Я учился в колледже и знал, что я призван в служение. Я хотел быть таким, как апостол Павел, я не собирался жениться. Я хотел быть свободным. Однажды я был на собрании, и кто-то начал петь. Это была пророческая песня. Я подумал, какой красивый голос, кто это поет. Я повернулся, и тогда я впервые увидел мою жену. Ту песню пела Денис. Она не была моей девушкой на тот момент, но мы были в одной церкви, а вместе служили Господу, а вместе были в евангелизационной команде. Мы оба начали построение своей жизни с правильных вещей. Мы были друзьями, которые вместе служат Господу. Думаю, это очень важно. Если наши слушатели ищут жену или мужа, то им нужно искать в правильном месте. Нет лучшего места для поиска супруга, чем церковь. Найдите человека с такой же верой, таким же сердцем, и вы сможете строить свою жизнь вместе. Когда я просил Дениса выйти за меня замуж, я спросил ее, «Ты поедешь за мной в любую точку мира?» Я не знал, что перееду куда-то. Она ответила, «Да, я поеду за тобой». Она всегда была такой, и вместе мы молились. Я думаю, что важно молиться со своими супругами. Для нас это не профессия, а наша жизнь. Мы учили наших детей любить Бога. Виктория, у меня прекрасные дети. Я вам верю и знаю, что это правда. Все мои сыновья в служении. Пол, пастор церкви, Джоэл, он исполнительный директор служения, а Филипп, лидер прославления. Так прекрасно служить Богу вместе с женой и детьми. Вы знаете, как это? Да, а что вы говорили своим сыновьям, на что смотреть, чтобы выбрать в жены правильную девушку? На что вы советовали обратить им в первую очередь внимание? Это очень интересный вопрос. Не помню, говорили ли мы на эту тему. Я ничего им не говорил, но у нас были правила. Я сказал, у вас не может быть девушки, пока вам не будет 18, и вы не можете жениться, пока вам не исполнится 20. Они все женились, когда им было 20. Как только им было разрешено жениться, они это сделали. Но все они выбрали девушек из церкви. Думаю, они научились этому у нас с Денис. Они видели, что важно для нас. Они выбрали себе жен так же, как это сделал я. И сегодня так прекрасно видеть своих внуков. Вы только подумайте. У меня трое сыновей, три русские невестки и восемь русских внуков. Это замечательно. Ваши внуки говорят на двух языках? Не совсем. У меня есть только один внук, который действительно говорит на английском. Он живет в России. Есть еще один, который живет в Америке. Но когда наша семья собирается вместе, в нашем доме не звучит английский язык. Все на русском. Боже, это поразительно. Я думаю, что это просто грандиозное приключение. Это грандиозное приключение в жизни. Кто бы мог подумать, что будет так? Но я уверена, что у вас по-настоящему и международное служение, и международная семья. И самое главное, что у вас один язык сердца, один язык ценности. И, безусловно, вы и уже сейчас понимаете, и будете говорить на всех необходимых языках, которые у вас есть. Россия действительно стала нашим домом. Двое из моих сыновей граждане России. Мы уже больше не миссионеры. Мы же местные. Это наш дом, и я люблю его всем своим сердцем. Спасибо. И это как раз нас подводит к третьему вопросу о том, как вы поняли, кто вы по своему призванию, кто вы в жизни, как вы сделали ваш выбор в призвании, насколько сложным он был. Вот это третья часть. Я думаю, что главное призвание на моей жизни это быть учителем Библии, но у моего призвания есть разные стороны. Я помогаю начинать церкви. Я служу пастором церкви, но если действительно изучить мой дар, то я учитель Библии. Я люблю Библию, я посвящен ей и считаю, что людям очень нужна Библия. Я действительно верю в это и посвятил свою жизнь преподаванию Библии. Помню, в 91-м году, когда начались изменения в Советском Союзе, Бог сказал мне, я призываю тебя к тому, чтобы ты со всей семьей переехал в Россию. Я спросил, зачем? Он ответил, в Америке много учителей Библии, но в России начинаются перемены, и в Новой Церкви там нужны учителя Библии. Вот почему я приехал сюда. Я провел здесь уже почти 30 лет. Представляете? Почти 30 лет. И с самого начала, и по сей день я занимаюсь одним и тем же. Учу Библии. Я учил Библии на телевидении, на конференциях, и, конечно, в церквях. Я верю, что Библия — это ответ для людей. Я полностью с этим согласна и действительно благодарна за то, что вы вложили свою жизнь, соединили вашу жизнь, ваши познания, ваши дары, на самом деле то помазание, которое есть на вас, как на представителей, я бы сказала, христианства, такого укорененного, глубокого, потому что это чувствуется, это чувствуется, и это часть моего тоже впечатления, когда я пришла в церковь, для меня это было как будто бы церковь — это место, где только старые бабушки неграмотные и такие неглубокие люди может быть находятся, я, может быть, там буду вообще одна молодая девчонка, но выяснилось, что христианство — это очень глубокий, очень широкий, очень большой, большой, огромный, разнообразный мир, и вот это познание, что это огромный, интересный, захватывающий мир, полный возможностей, полный поддержки, полный будущего, мне очень хочется, чтобы передавала и церковь, и передавала то телевидение, которое есть у нас, потому что этот мир основан на вечных ценностях, которые работают независимо от культуры, независимо от языка, и вот ваш дар, такой дар, как дар учителя, посвящение, которое привело вас к изменению культурной среды, обстановки, мне кажется, это очень такой важный действительно подарок и вклад в жизнь русскоязычных людей, которые были лишены, искусственно обделены глубинным познанием священного писания за коммунистический период, за период, когда было искусственное противодействие просвещению народа, так что огромное вам спасибо и все-таки вот буквально заключительная фраза, что бы вы посоветовали нашим зрителям, которые размышляют о своем призвании, куда направить силы своей жизни, своего сердца, к чему стремиться? Мой ответ будет очень простым. Будьте верны своей церкви, ходите в церковь, любите пастора, любите свою церковь и делайте то, что говорит вам делать Бог, тогда все у вас получится. Спасибо. Спасибо большое за открытость, за посвящение. Я думаю, что всем будет интересно узнать. Не так много таких каких-то супер откровенных историй, но очень-очень важные, потому что все знают, что за каждое слово вы заплатили своей жизни. Спасибо. спасибо большое. Друзья, с нами сейчас открытая история человека, который оставил комфорт, оставил то, к чему стремятся очень-очень многие люди и приехал сюда для того, чтобы его семья стала нашей семьей. и это большая радость, поэтому принимайте сокровища и крепость, которые принесли и дали драйв его жизни, потому что они доступны каждому. Спасибо вам большое еще раз. Будьте благословенны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА